В Государственной Думе России начались работы над законопроектом о российской нации. Мы показали вам начало сюжета, продолжим позже. Идею такого документа одобрил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям в Астрахани. Средят за судьбой этой инициативы и на Ставрополье. Одной из уникальных особенностей Ставропольского края является наличие соседей. Их очень много. Еще наш регион один из самых многонациональных в стране. Что способен изменить новые законы, на что в первую очередь он должен быть направлен. Говорим сегодня в прямом эфире на своем ТВ с нашими гостями, которых вам с удовольствием представляют. Это Виктор Лозаводь, депутат Думы Ставропольского края. Здравствуйте. Добрый вечер. И Борис Аксюмов, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и этнологии СКФУ. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер и вам, уважаемые телезрители. Вы смотрите прямой эфир на своем ТВ. Как и всегда, в прямом эфире вы можете принять участие в нашей беседе. Высказывайтесь о значении законопроекта, который, как считает автор, может быть готов уже к весне следующего года. 8 800 707 0226. Телефон прямого эфира. Звоните. Обязательно вас выслушаем. Если есть вопросы, постараемся ответить. 8 800 707 0226. Звонок бесплатный и номер телефона по ходу программы будет периодически появляться на вашем экране. Что ж, уважаемые гости, прежде чем начнем беседу, давайте посмотрим небольшой сюжет, который подготовили наши коллеги из новостной редакции. И это же предлагаем сделать и вам, уважаемые телезрители. Экстремизм и терроризм приобрели статус глобальной угрозы. Традиционные общественные ценности размываются, а определенные силы тратят немалые ресурсы, чтобы расшатать стабильность в сфере межнациональных отношений. Такие вызовы, стоящие сегодня перед Россией, обозначили на совещании в Астрахани. Чтобы им противостоять, необходимо усиление национальной идентичности, уверен президент Владимир Путин. Чтобы все жители страны осознавали, что у них одна страна, одни ценности, традиции и культура. А для этого нужны в том числе изменения в законодательстве. Так и появилась идея создать закон о российской нации. Что точно совершенно можно и нужно реализовывать, прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать. Это закон о российской нации. Стратегию, которую мы с вами вместе вырабатывали, ее преобразовывать. Но только над этим нужно поработать тоже как следует. Каким будет нормативный акт, пока сказать точно трудно. Сейчас идею прорабатывают эксперты. Началась дискуссия и в обществе. У многих специалистов и политиков есть свое мнение на этот счет. Ведь у нас есть стратегия национальной политики, в которой описаны приоритеты в этой сфере. Но это все не закреплено законом. И закон, как свод правил, который регулирует общественные отношения, конечно, в такой теме будет очень полезен. Для нас очень важен, потому что наш край, мы знаем, многонациональный, очень даже больше 100 национальностей. Кстати, его создавать будут в нем, при участии очень многие профильные министерства, до 9 министерств. В том числе образование, культура, здравоохранение. Все будут принимать в этом участие. Идея нового законопроекта вызвала интерес и у краевых депутатов. Ведь Ставрополье это особенный многонациональный регион. Дабы сплотить нас, дабы решать мощнейшую задачу, которая стоит по выводу Российской Федерации из кризиса, и показать всему миру, что мы мощное государство, и защитить наших людей, которые находятся сейчас в дальнем зарубежье и еще мучаются, давно нужно было принять закон не только российской нации, закон о русском языке, и показать, что в этой связи мы не дадим ни одного гражданина, ни одного человека обидеть. Однако специалисты пока не спешат делать однозначных выводов. Для того, чтобы дать оценку новому закону, нужна хотя бы его краткая концепция. А она еще обсуждается. Эта неопределенность на данном этапе вызывает вот такое огромное количество, в том числе и неадекватных оценок. Кто-то там даже говорит, что это будет закон чуть ли не о русском национализме. Кто-то говорит наоборот о том, что права русской нации как-то там будут ущемляться. То есть идут спекуляции. Эти спекуляции, конечно же, нужно остановить чем? Тем, чтобы представить хотя бы какую-то общую концепцию этого закона. И этот процесс уже стартовал. В четверг проект будущего закона начали прорабатывать в профильном комитете по делам национальности Госдумы страны. Виктория Середа, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение. Итак, можно сказать, будущий проект закона обсуждаем с главными героями сюжета, который вы только что видели, уважаемые телезрители. Продолжаем обсуждать в студии. Итак, как мы слышали, идею проекта предложили представители научного сообщества. И в чем своевременность сейчас этого закона, в чем актуальность? Он сейчас стал актуальным? Я попрошу и науку кавказскую ответить, да, и прикладника, который к вас отношу, Игорь Иванович. Начнем с науки, пожалуй. Дело в том, что, в общем-то, споры о российской нации, они начались-то еще в 90-е годы. Вот эта идея, она изначально была предложена академиком Тишковым, Валерием Александровичем. И потом, в общем, начались общественные дискуссии по этому поводу. И все 90-е годы эта проблема обсуждалась. Поэтому, в принципе, я не вижу сейчас на данный момент каких-то вот событий, да, которые произошли, и которые требуют прямо немедленного обращения опять к этой теме. У нас в последние годы было Берилева, у нас в последние годы была Кондабага, у нас были события в Ставрополе всем известные. То есть, если бы это было связано с каким-то внутренним обострением межнациональных отношений, тогда бы нужно было этот вопрос поднимать тогда. Сейчас же, наоборот, в последнее время, в последние годы у нас идет некая стабилизация. И как раз-таки на этом мероприятии в Астрахани, о котором говорилось в репортаже, президент России Владимир Владимирович Путин, он отметил, что количество людей, которые позитивно оценивают межнациональные отношения, за последние несколько лет увеличилось с 55% до 80%. Это достаточно существенный прогресс. Поэтому я не вижу вот таких именно внутренних, ну, какого-то события, от которого можно было бы оттолкнуться. Скорее, здесь речь идет о каких-то внешних вызовах. То есть, вот геополитическая напряженность, вот та ситуация, в которую мы вступили в 2014 году. Эта ситуация, конечно же, требует консолидации российской нации, российского народа, объединения его. Вот, но нужно ли это делать в какой-то законодательной форме, вот здесь пока у меня есть вопросы. Потому что, ну, даже нет общей концепции еще того, о чем будет этот закон. Российская нация, как некая объективная реальность, она сформировалась за постсоветский период, за те 25 лет, которые прошли. Есть исследования, которые показывают, что уровень гражданской идентичности, он достаточно высок. Как, так сказать, в областях, краях, да, так и в национальных республиках. Это порядка 70-80% в зависимости от конкретного региона. Это дает основание говорить о том, что российская гражданская нация, российская политическая нация, она в целом сформировалась на данный момент. И сам термин российская нация, он уже активно используется. Он проходит через стратегию госнацполитики. Он проходит через федеральную целевую программу, где прямо есть словосочетание. Да, укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народа в России. Это программа, охватывая 14-20-е годы. В то же время есть дискуссии по поводу того, а что же такое российская нация, как ее понимать. В гражданском плане, в этническом плане, в культурном плане, в цивилизационном идет постоянный спор, постоянная дискуссия. И если вдруг сейчас будет принят закон, и как предлагает его, скажем, автор, да, вот Вячеслав Михайлов, там будет дано четкое определение того, что такое российская нация, то есть получится, что мы как бы этот вопрос закрываем, да, то есть мы уже тогда не сможем дискутировать на эту тему. А если вдруг кто-то будет не согласен с тем определением, которое будет дано в законе, то есть получается это уже будет какое-то нарушение закона, и люди, которые будут высказывать какую-то другую точку зрения, их будут как-то по закону преследовать. Вот это непонятно, что конкретно законодательно будет закреплено в законе о российской нации и управлении межэтническими отношениями. Мне кажется, что законодательно закреплять определение о российской нации, ну, нецелесообразно, на мой взгляд. Виктор Иванович, насколько актуально этот вопрос сейчас, почему сейчас всплывает, это первое, а во-вторых, какие вопросы снимает или какие вопросы поможет решить вот этот проект? Вы знаете, вот я в своем выступлении говорил, что он должен быть, этот вопрос возникнуть еще в 91-м году, когда все обязательства, и мы помним статьи Владимира Ильича Ленина, что вопрос о нациях и народности, он всегда будет на поверхности. Это легкая карта, которую можно разыграть в любое время, в любой момент. И понимаем о том, что Ставропольский край, он давно многонационален и был многонационален, и все уклады, все нации, народности, как бы сказать, занимали свою нишу, и весь, скажем, российский народ, который проживал, он понимал друг друга. Понятно, что системный кризис, он затрагивает легко воспламеняющие вопросы, а как раз вопрос национальных и межнациональных вопросов, он легко воспламеняющийся и всегда лежит на поверхности. Да, с каждым годом, начиная где-то с 2005 года, вопрос национальных отношений и, скажем, российской нации, я помню, еще в третьем созыве мы принимали закон о применении русского языка в рекламных целях, да, это как-то дисциплинировало. Сразу же начали возмущаться, а почему русский язык, почему мы можем писать на английском, на латынском, там, на других, нет, приоритет русский язык. В связи с тем, что системный кризис заходит, скажем, вот я поддерживаю, в пиковое, тут такое в пиковое состояние, и когда понятно, что российская нация, это миротворческая нация. Вот когда российская нация развязала войну, когда, ну, в истории мы, нет, только ответ на реакцию, да, было высказывание одного умного, так сказать, нашего политика, да, я их протестирую. И в этой связи, когда внешние факторы очень мощно, скажем, будем говорить, раздражают нас, мы должны принять адвокатные меры. И дать определение, вот правильно говоря, дать определение, жесткое определение, вот в рамке вести, что российская нация, это, так сказать, свод граждан, народов, народностей, которые отвечают тем, 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 это нельзя делать. То есть мы, а если это по-другому, а если мы что-то не учтем, и в правом, уже правоприменительной практике, это вообще невозможно. Теперь перейдем вниз уже, к самому, на. Я думаю, сделать необходимо, вот, с учеными, с практиками, с политиками, с гражданами, сделать рамочный закон, ну, скажем, как бы соты, соты, а уже медом наполнить, пускай, все нации и народности. Пусть подадут свои понимания, тогда это будет, скажем, выстраданный закон. А когда мы его навяжем сверху, да, то правоприменительная практика, как юридическая, как правовая, как гражданская, она будет применяться очень сложно. И каждый будет трактовать по-своему. Но в связи с тем, что мы, еще раз в мире, творческая нация, да, то данный закон должен быть, дабы защитить наших граждан за рубежом. Да, вы, вот смотрите, если бы этот закон был, может быть, и не получилось того, что за рубежом уничтожает наши мемориалы. Ведь победитель, народопобедителя, которые победили за освобождение Польши, Чехословакии, других, там, около миллиона в каждой стране погибло, да? Оно сведено к чему? Ноль. А в других захватчики. Может быть, при принятии этого закона, да, мы, боимся, сказать, жестко потребовать. Вот, на самом деле, почему нарушается, да? Быстро пробежало время первой части нашей программы. На удивление, вернемся через несколько минут. Да, не переключайте, уважаемые телезрители. Вопрос сложный, но интересный. Продолжим через несколько минут, через небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Продолжаем в прямом эфире на СВМ ТВ обсуждать будущий закон, может быть, законопроект Российской нации с нашими сегодняшними гостями. Продолжаем с того места, на котором остановились. Я хочу два слова. У нас 10 министерств ведом Российской Федерации занимаются этим вопросом. Я не хочу сказать, что занимается плохо, в том числе и на местах. Мы уделяем очень много внимания. Да, есть вопросы, которые не решены. Да, вопросы, на которые нужно обратить внимание. И патриотизма, и трудового воспитания, оно все же порождает. И трудоустройство молодежи. Отсюда накапливаются маленькие нюансы, которые перерастают в огромный ком. Вот отсюда, если в этом направлении будем работать, будут положительные сдвиги. И еще раз говорю, если мы примем чисто закон императивного характера, вот отсюда досюда, все остальное уже, так сказать, преступление, то это будет, так сказать, закон неработающий. Мало того, что вы говорите сейчас о форме закона, да, но ведь инициатор законопроекта еще отметил, что необходимое изменение возможно в Конституцию внести, да. То есть мы многонациональный народ, российская нация. В общем, надо сначала изменить Конституцию, а потом на основании высшего документа Российской Федерации готовить законы под законные акты. Это правило, а не наоборот, оттуда, оттуда. Да, как раз-таки я об этом и хотел сказать, что вот Вячеслав Михайлов, инициатор вот этого предложения, он также предлагает в случае чего внести еще изменения в Конституцию. Теперь будет, как он предлагает, такая фраза. Мы многонациональный народ Российской Федерации, в скобочках, российская нация. Ну, тут возникают два вопроса, да. Во-первых, стоит ли вообще, в принципе, вносить изменения в Конституции по такому поводу, да. Во-первых. Во-вторых, если мы будем употреблять вместо понятия народ понятие нация, либо будем дублировать, говорит, народ в скобочках нация, повлияет ли это каким-то образом на реальное развитие межнациональных отношений, улучшит ли вот это изменение формулировок реальные межнациональные отношения. Я, честно говоря, в этом не уверен. Плюс к этому хотелось бы еще что добавить. То, что у нас сегодня существуют программные документы, очень существенные, где достигнут определенный компромисс в использовании понятий. То есть понятие народ и понятие нации. Есть стратегия государственной национальной политики до 2025 года, на основе которой, собственно, и должен быть построен этот закон, по словам президента. Там прямо так и пишется часто в некоторых случаях, что вот народ Российской Федерации, многонациональный в скобочках, российская нация. То есть в стратегии это понятие, оно используется. Имеется. Вот федеральная целевая программа, о которой я говорил в первой части. Плюс к этому на уровне субъектов федерации есть региональные программы реализации положений государственной национальной политики. Например, в Ставропольском крае существует такой документ, основные направления реализации государственной национальной политики на территории Ставропольского края. Она была принята еще в 2011 году, но после утверждения стратегии она была существенно отредактирована. Переработана. Да, переработана. То есть все, в принципе, компоненты, которые нужны для успешной реализации национальной политики в России, они есть. А сейчас мы уходим в область споров о словах, какие слова употреблять, народ, нация. То есть мне кажется, это уход от реальных проблем. То есть надо в реальности улучшать межнациональные отношения. А какие мы будем использовать термины при этом, ну это, наверное, все-таки вопрос более второстепенный. Вот мы сейчас говорим об идентичности русского народа, российского народа, да, когда для внедрения этого закона о российской нации, а не затронет ли это интересы маленьких народностей? Не потеряют ли они идентичность с вступлением вот этого? Я почему сказал, что Ставропольский край, он как лакмусовая бумага. Мы вот четко работаем, скажем, я буду, некоторые нации, пусть они меня простят, там, нагайцы, туркмены, армяне, там, так сказать, другие нации народа, мы четко уже выстроили свои линии и позиции. И мы четко понимаем обычаи, традиции, культурное наследие и перспективы. Не сотрется ли все это вот эти границы, которые вы показали? Именно. Это кажется, что можно сейчас вот лист бумаги разорвать и, скажем, все, у нас, ведь мы еще раз возвращаемся к Ленину, да, эти вот границы, межнациональные отношения, национальные, да, они вот пришлому человеку, они не видны, а мы их внутри видим. Это и, скажем, браки, и трудовые отношения, где в коллективе работают по 12, вот возьмем Северокавказский федеральный университет, более 60 наций и народности, я, ну, где-то так. Даже более 80. Да, даже более 80 обучается. И, вы смотрите, в момент формирования СКФУ сколько было проблем. Но в результате плановой методической работы и, скажем, президента, будем так сказать, в то время Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии, все это уложилось, все понятия есть. И, скажем, ограничить, скажем, тогда как малые народности. Они скажут, тогда кто мы? И как мы в этой структуре вырисовываемся? Где наша ячейка? То есть, в любом случае, мы понимаем, это возникнет в любом случае. У нас есть звонок в студию, давайте. Я хотел сказать, мы лучше спросим, давайте у них, как они это видят. Те же нагайцы, туркмены, абазины, даргинцы. Звоночек в студию. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, давайте знакомиться с вами. Меня зовут Антон, я из города Михайловска. Здравствуйте, Антон, ваш вопрос. Вот. Во-первых, вопрос первый. Есть ли разница между категориями нация и национальность? И в этой связи возникает другой вопрос. Есть понятие национализм, есть понятие нацизма. К национализму мы относимся, ну, лично я, негативно, но с какой-то долей терпимости, да? А вот к нацизму мы категорически относимся плохо. Алло. Да, да, мы слышим вас, да, давайте. Вопрос есть какой-то, вы сформулировали или обсуждаем сказанное? Дело в том, что слово нация само по себе несет некоторый негативный смысл само по себе. Все понятно, все понятно. Поскольку вот есть национализм, есть нацизм. Спасибо, спасибо за вопрос разницы о нациях. Да, был вопрос о том, в чем разница между нацией и национальностью. Дело в том, что понятие нация употребляется какой-то общности людей, да? А понятие национальности, оно относится к отдельно взятому человеку. То есть тут разница как бы очень простая. Другой вопрос, что понятие нация, оно не в плане того вызывает некую настороженность, что это ассоциируется с такими понятиями, как национализм и нацизм. А в другом плане, в том плане, что в нашей стране, в России еще начиная с царских времен, потом это было и в советское время, и в современной России, понятие нация, оно используется, ну вот с точки зрения, есть там две концепции нации, да? Есть германская концепция нации, когда нация понимается в этническом смысле, да? А есть англо-романская концепция нации, когда под нацией понимается некая гражданская общность, независимо от этнической принадлежности, конфессионализма, национальной принадлежности и прочее. Вот, поэтому вот с этой точки зрения у некоторых вызывает настороженность, что нация понимается как некая этническая общность, этническая общность. Поэтому, скажем, представители, ну, извиняюсь за выражение, скажем, нерусских национальностей, да, они и опасаются, что вот если будет принят закон о российской нации, не будет ли это означать, что все другие нации России, там, татарская нация, чеченская нация, что они, как бы, ну, будут по сути, да, размыты, упразднены. Останутся россиянами. Да, да. С другой стороны, у русских националистов или людей, так сказать, близких к ним, есть обратная настороженность, да, что российская нация не будет ли это означать, что русская нация будет размыта, да. Вот в этом еще одна проблема, которая существует. Вот многонациональный народ России, формулировка которая, в принципе, всех устраивает. Все к ней привыкли, она не вызывает никаких споров, никаких возражений. А российская нация, тем более, когда мы хотим это на законодательный уровень возвести, мне кажется, что это больше, гораздо вызовет споров, конфликтов, всяких раздоров, нежели приведет к укреплению национального единства страны. Вот в законодательствах разных стран есть такое же понятие нации. Английская нация, французская нация, американская нация. У нас мы должны оттуда что-то подчеркнуть, или у нас какие особенности в нашей ситуации? Я думаю, так сказать, у нас сложился свой достаточно, скажем, уже опыт, стереотип, мышление. Я думаю, зачем мы постоянно копируем кого-то? Мы довольно-таки долгие годы выстрадали от национально-межнациональных отношений, и в результате послабления у нас начинается проявляться нацизм. Это же, почему он? Почему он? Он же не из пустого места происходит. Мы упускаем какие-то моменты, и очень серьезные, экономические, политические, и появляется нацизм, нацисты. Не националисты, а нацисты. Я думаю, у нас достаточно своего опыта и жизненного, и политического, и экономического, где мы сами можем у себя найти очень много, в результате наших совместных действий у наших наций и народностей. Не надо копировать англичан. Мы и так уже много накопировали применение, так сказать, их них. Немножко пример из детства сейчас я вспомню. Смотрел мультфильмы Уолта Диснея по утрам. И вот, допустим, пример Утины Истории, да, мультик. И там песня на... Чип и Дейл. Да, Чип и Дейл, давайте. Знаете, которая начиналась там sometimes, some что-то, а потом уроп и по-русски, слишком, часто, беда. Я сестре говорю, слышала, по-советски теперь поют. Она с меня смеялась постоянно надо мной, потому что, ну, не по-советски, по-русски, но я всегда говорил по-советски. То у меня такое детское внутреннее ощущение было, что у нас вот советский народ есть, и нет никаких национальностей. Если бы было понятие в Советском Союзе, вот это советская нация, и было ли оно документально закреплено, если было? Знаете, еще страшно в чем, вот некоторые нации, они же маленькие, многочисленные, и потихоньку среди российской, русской нации, они размываются, скажем, размываются, и становятся меньше, меньше, меньше. И мы понимаем, что в любом случае, я не хочу об этом говорить, что они когда-то, так сказать, сойдут на нет, но мы когда обострим эту ситуацию, да, понятно, там, где мононация живут, они ничего даже не увидят. И не это реагируют. Мы больнее всего на Кавказе, понимаете? Да, мы не разыграли карту вторую, теневую карту, та, которая может вспыхнуть в любое время. И поверьте, еще раз, что национальный вопрос, он, знаете, вот как спичка, раз, и весь бензин воспламенится. Воспламеняется он мгновенно, да? Ну, так была советская нация? Да, что касается советского, да, была, безусловно, советская общность. Как правило, ее все-таки обозначали как советский народ. Советская нация все-таки пореже использовалась это понятие. И советский народ рассматривался как совершенно новая историческая общность людей. По-своему, это был очень, в общем-то, успешный проект. И главные причины распада Советского Союза, они-то лежали не в том, что была там слабая идентичность, да, общесоветская, а в том, что страна, к сожалению, с экономической точки зрения не смогла выдержать конкуренцию с западным миром. И когда экономика совсем пришла в кризис, тогда пошли и вот эти децентрализационные процессы, и страна развалилась. Хотя даже референдумы все его вспоминают, да, когда люди, простые люди проголосовали за сохранение. Советский народ. Да до сих пор сейчас на Украине, в Молдавии, в Армении много людей советских, еще с советской идентичностью. Настолько она была мощной, что ее, как бы, инерция до сих пор продолжается. Развалились, развалился из-за экономики, из-за того, что политические элиты отдельных государств, они хотели самостоятельности, власти и прочее. Поэтому это был очень успешный проект. Копировать нам его, конечно, не следует. Россия это не Советский Союз, у нас немножко другая ситуация. Но что-то такое положительное из того опыта, который был, конечно, нам нужно использовать и сегодня. Об этом поговорим в третьей части программы. Виктор Иванович, запомните мысль. Не переключайте никуда, продолжим через несколько минут. Все правильно было написано на заставке. Мы продолжаем прямой эфир. Я напомню, что вы, уважаемые телезрители, можете звонить нам по телефону 8 800 707 02 26. Но уже после того, как мы поговорим с тем человеком, к которому дозвонились мы сами. С удовольствием представляю вам нашу собеседницу. Это Майя Арташесовна Аствацатурова, профессор кафедры конфликтологии, связи с общественностью, журналистики. Профессор кафедры креативно-инновационного управления права, руководитель Центра этнополитических исследований ПГЛУ. Здравствуйте, Майя Арташесовна. Добрый вечер. Спасибо за представление. И прежде всего я бы хотела поздравить всех присутствующих и всех слушателей и телезрителей с наступающим праздником. С Днем Народного Единства. Спасибо. Вот об этом единстве народном, пожалуй, мы сегодня и говорим. Можно сказать, что приурочили нашу беседу к завтрашнему празднику. Хотел в конце программы поздравить. Ну и ладно. Поздравим всех с наступающим праздником. Майя Арташесовна, вот мы обсуждаем вот этот проект закона, возможный о русской, о российской национальности. И пока сказано о том, что этот закон может дать такую какую-то базовую формулировку и понятие российской нации. Он должен, как вы считаете, на ваш взгляд, заявить общий механизм регулирования межнациональных отношений, а все остальное дать на откуп местным нациям, национальностям, на ваш взгляд? Ну, прежде всего я бы хотела внести небольшую поправку. На самом деле это возможный закон федеральный о российской нации, что совершенно не одно и то же с национальностью. Нации, нации. Спасибо. Безусловно. Я думаю, что сегодня действительно настал очень важный политический и геополитический момент для возможного принятия этого закона. И не случайно, потому что наша страна прошла довольно большой транзитный такой период, довольно сложный. Понятно, что в Конституции Российской Федерации написано о нас как о многонациональном народе, но представляется, что сегодня речь может идти именно о российской нации, как о субъекте международного права, как о носителе суверенитета. И представляется, что закон, конечно, будет иметь рамочный характер, но, разумеется, он ни в коей мере не ущемит тенденции этнокультурного развития, которые у нас прописаны и в стратегии государственной национальной политики Российской Федерации и в соответствующей программе, представляется, что как раз на местах и в регионах этот закон позволит внести определенную ясность и придаст самому понятию российская нация правовой легитимный характер. Вот сейчас эксперты всевозможные обсуждают, что же будет из себя представлять этот закон. На ваш взгляд, вот идеальный закон этот должен выглядеть как? Прежде всего, ну, прежде всего, идеальных законов, наверное, не бывает, хотя хотелось бы к этому стремиться, но, тем не менее, представляется, что в этом законе должно быть истолковано само понятие нации и российской нации, потому что на самом деле об этом спорят эксперты, об этом написано множество трудов известных ученых, и разница между народом, народностью, этнической группой, диаспорой, общиной и нацией действительно есть. Но сегодня, как мне кажется, для населения нашей страны, для многонационального народа нашей страны, а также для органов власти и управления, для руководителей национально-культурных объединений, для религиозных деятелей, необходимо понять, какова позиция государства в отношении этого понятия и этого феномена. Ведь каждый закон прописывает определенные понятия, и тем самым наши законодатели, они демонстрируют и презентуют позицию государства. И мне кажется, что прежде всего необходимо в этом законе проследить некие исторические пути формирования российской нации, как историко-культурной общности, как общественно-политической общности, дать внятное определение российской нации, подчеркнув, что никоим образом это определение не ущемляет понятие конституционное многонациональный народ России, и, безусловно, определить, ну, я бы так сказала, качество состояния сегодняшней российской нации, а также и перспективы ее развития. Мне кажется, что федеральному закону это вполне под силу. Я с оптимизмом вот этот проект расцениваю. Более того, во многих трудах моих коллег, во многих и своих скромных работах мы очень часто используем этот термин и надеемся, что он войдет все в больший и больший обиход и будет истолкован на базе его легитимации в законе. Спасибо большое, Майя Арташеса. С наступающим вас праздником еще раз. Спасибо большое, спасибо. Можно небольшой комментарий, буквально небольшой? Я представляю, о чем вот это самоопределение четко... Не, не, немножко, ну, примерно, примерно, ну, чтобы не тратить время, да. Я Майя Арташесовну хорошо знаю, уважаю, вот, но здесь немножко позволю себе не согласиться. С какой точки зрения? С той точки зрения, что действительно нужно представить государственное видение того, что такое российская нация. И, в принципе, это видение, оно есть. Оно есть. Оно есть в стратегии госносполитики, оно есть в федеральной целевой программе, о которых я говорил сейчас. Можно, вот, например, послание к федеральному посланию, собранию президента. Ну, зафиксировать, да, что мы, так сказать, создалась за время российская нация, гражданская, например. Да, зафиксировать это в послании к федеральному собранию. Либо в каком-то другом документе. Я не понимаю, зачем это нужно легитимизировать. Вот этот момент мне непонятен и... Но, к сожалению, Майя Арташесовна нет с нами. Я понимаю, я просто... Можно было бы подискутировать. В советское время советский народ от нации ушли. То есть советский народ, мощное государство, мощный народ, своими обязанностями проводил. В конституции тоже народ. Да, народ, все. И слово «нации» уходили от этого. Мы вот в предыдущей части программы поговорили о том, что можно применять из опыта советского сейчас, а что не подойдет? На ваш взгляд, что подойдет в воспитании толерантного, открытого, патриотичного человека, гражданина нашей страны? Что можно применить на 100% в этом смысле? Что на 100% не подойдет? Ну, то, что нации и народности все равны. Мы это знаем. Оно было и будет всегда так. Что имеет одинаковые права, что имеет одинаковые обязанности. Что все должны быть услышаны и поняты. Это однозначно. А уже сама методика. Я говорю, право применительное практике будет очень сложной. Мы уже столько наработали своих отношений, что уже дальше, так сказать, я думаю, обострять и ограничить в каких-то рамочных документах это не получится. Я думаю, что можно заимствовать формат идентичности. То есть, современная российская идентичность, она, конечно, должна быть, во-первых, надэтнической, во-вторых, надконфессиональной. И мы в этой связи активно развиваем концепт цивилизационной идентичности, российской цивилизационной идентичности. Потому что опыт советской идентичности, как я уже говорил, был очень успешен. Почему бы нам не попробовать что-то подобное и в России сделать? Может быть, так сказать, это действительно сможет решить межнациональные проблемы в нашей стране и реально укрепить национальное единство. Вот это, я думаю, можно взять, эту идею идентичности. Программа наша подходит к концу. Вот сейчас самое время, пожалуй, вернуться опять к празднику, поздравить всех наших телезрителей с наступающим праздником, День народного единства. Об этом единстве мы говорили, Виктор, мы с вас тоже с наступающими праздниками. А я с 99-й годовщиной Великого Октября. Все-таки это история, это наша, и ее надо тоже изучать, тоже поклоняться. Нельзя, вот, мы если не будем вот эти вот мероприятия, праздники выбрасывать с нашей жизни, да, вот тогда мы будем сильными, могучими, здоровыми, и все будем нации и народности уважать, ценить, и мы их и уважаем. Спасибо большое, спасибо большое, что пришли к нам в гости, нашли время при праздничном день. Но поверьте, вопрос очень сложный, очень, очень. Надеюсь, вернемся еще к этому вопросу, обсуждение судьи может быть большим составом. Самое главное, привлекать к этой тематике наших простых граждан, наш советский народ. Спасибо. С наступающим всех праздником, уважаемые телезрители, оставайтесь на своем ТВ. Всего доброго, до свидания, с наступающим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»